Мы отсюда с живыми уйдем? Вы только знаете, вы только больше никуда ничего не печатаете, не фотографируете, не оставаете. Вас вызвали с хорошими намерениями, да? Друзья, у меня ко всем к вам просьба поддержать меня. Меня компания Технониколь номинировала в конкурсе «Лучший кровельщик-2022». И там представлен мой дом, в котором я проживаю. Ссылочку оставлю в описании, обязательно перейдите, поддержите, проголосуйте за меня. Ну, можно голосовать как из телефона, так и из почты. А лучше, если вы сделаете этот из телефона, из почты. Два голоса будут от каждого от вас. И я уверен, что если вы меня поддержите, я обязательно победю. И всех победю. И всех победю. Выиграю. Всем привет, меня зовут Ренат, вы на канале Ренат Строит. И в сегодняшнем выпуске мы едем вместе с каналом Сансара в поселок Товарковский Тульской области. Там в аварийном доме живет семья. Ребята попросили съездить меня с ними, посмотреть, может быть, можно хоть как-то минимально локально сейчас им помочь. Немножечко улучшить жилье. Ну, вот, естественно, сейчас доедем, все посмотрим, оценим, и вы все это увидите. Приятного просмотра, друзья. Сейчас мы приехали с Валерой, к ней не Александровне, и буквально на 10 минут, на 5, передадим. Валера взял продуктов, ей давно не было, передаст продуктов. Да, и поедем дальше, короче, смотреть аварийный дом, который позже увидите. Так, у нас вообще дом, Ренат, я могу не выйти, не войти. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я правда приехал, красится. Нет, это вам я привез. Нет. Это мы привезли вам. Ладно, спасибо, да, буду. Цветы стоят, мне Ренат такие красивые цветы, розовые тюльпаны принял. Там много сладкого, попьете, нас вспоминаете. Ты хочешь, чтобы я умерла от диабета, да? Нет, ни в коем случае. Да, не хочешь, хочешь. Я пыталась позвонить Валере, да? Да, да, да. Звоню, звоню, набираю. Там нету, там не подходит, не отвечает. Потом вас слушает какой-то там секретарь. Думаю, ну, ты не этот секретарь, может, там что-то там подслушивать. Не хочу. Ну, в общем, все нормально, я за всеми слежу, слежу. И я слышала, что печальные новости Димы, да. Я с отцом вот и говорила тогда, вот, когда приезжали там, да? Да, да. Вот. Ну, жалко, печально все это. Вот я ношусь с этими вот собаками. Ну, то тичка, то протичка, да? Там три штучки осталось, которые загульные. А из-за них попробуй. Сейчас гон у волков идет, вот этот месяц, февраль-март, да? Так они друг на друга, девочка на девочка, мальчик на мальчик. Что это, голубые, розовые, что это такое? А им все равно, либо попрыгать, хоть на голову, вот так. Ну, природа, есть природа, сейчас все просыпается. У вас-то как? У вас как самочувствие? Ну, вот, стою. Все хорошо? Пистолетом стою, вот так. И был такой Михаил Фроленков. Вот. И он всегда говорил, вот, если вы что-то задумали, или что-то задумали, никому не говорите. Самому себе даже не говорите. Оно получится. Да. Вот. Поэтому, если что задумал, держи. И никому, никому. Вот так. И все выйдет, получится. Цветы стоят до сих пор. Я ему туда и снежка подложу, водичку, чтобы натуральные было. Сиренево-розовые, такие красивые. Причем, в каждом я посчитала. По семь лепестков, махровый, тюльпанный, махровый. И длинные такие вот. Где нашел? Вот он умеет, он молодец. Вот по нему гладить. Он, да, все делает. Вот. Тут отваливается дощечка. Вот я и весной ее гвоздик прибью. Вот, видишь, деревяха. Тут нарочно оторвалось. Тут вредителей хватает. Это да. Люди злые. Люди завесли, вы злые. И вы помните. И не будьте доверчивы. Удачи во всех делах. Взаимно. Всем вашим родным. Здоровья, здоровья. Сейчас нахожусь в Тульской области. Поселок Товарковский. Ребята с канала Сансара позвали посмотреть, чем можно на ближайшее время помочь жителям в этом доме. Но тут немножечко все так страшненько, ужасненько. Вот такие вот получаются у нас перемычки между окон, стойки. Вот. Дом вообще получается в аварийном состоянии. В общем, сейчас будем смотреть, что в наших силах. Здесь уже новая пристройка у нас, получается, сделана. Вот как говорят, что здесь стена обваливалась. Ну да, получается, здесь одни блоки. Здесь блоки посвежее. Но стена в любом случае опять вываливается вся. Пытаются, подмазывают. Но это все утопия. Все это бесполезно, потому что все начинается дело с фундамента. В общем, фундамент уже пришел в негодность. И, к сожалению, стена эта не будет стоять. Вот. Ну вот, да, вот все трещины. Ну, кстати, корреспонденцию носят. Да. Но и не только корреспонденция, конечно, сделали свалку. Вот. Но вот это вот, конечно, во-первых, все ноги в снегу. Все здесь затаскивается. И вот здесь, конечно, можно коньки одевать. Шлепнулся, переломался. Инвалид. Ну, здесь даже вот сейчас в перекрытии видно, что все доски сгнившие, оно живое. Что вся эта перегородка, если ее немножко шатнуть, она просто развалится. Офигеть. Здесь все протекает. Все мокло, все сгнило. Не все видно. Здесь такой нехитрый замок. Охо-хо-хо-хо-хо. Мы отсюда живыми уйдем? Не, ну, тут даже это... Особо куда-то ходить смысла нет, потому что вот, сразу. Вот это конек. И тут редко, когда, в принципе, что-то выгнивает в коньке. Но все гнилое. Обычно где-то внизу, где скопление постоянной снега, кровля портится, ломается. И там начинает гонить обрешетка, стропила. Вот, а тут прям с конька все гнилое, конечно. А ты вон там посмотрите. Сейчас, наверное, дойду. Ну да, вон тут даже кто-то пытался, лечил... Охренеть, все живое. Пытался, кто-то лечил крышу, он полиэтилен, пленку натягивал, чтобы как-то все не текло. А это вот чердачное перекрытие, потолки какого-то там, второго или третьего этажа. Но трэш, трэш вполне лишь. Здесь находиться небезопасно. Можно здесь прямо остаться, не дай бог. Или к кому-нибудь провалиться. Но здесь, я так полагаю, да, в гости тут не живут. Ну вот, смотри, вот оно получается. Вот это поднятое место. На нож, ну вот это как бы идет подстропильная балка. Там вон все проваливаться. И здесь вот этот край, видишь, поднят. Вот она там надломлена, ее сюда, кверху выгнуло. Ну, системы там дымохода, вентиляции, все. Вообще даже обсуждать не стоит, потому что все, сами все видите в каком-то состоянии. И тут, к сожалению, ничего пошевелить-то нельзя, потому что что-то ковырнешь, и будет печально. Вот тут вот, пожалуйста. Ну, это, скорее всего, вент-канал какой-то был. Вот он наглухо полностью разрушен. Даже тут шевелитель, вот, смотрите. Ты просто пальцем проводишь, он рассыпается. Да, вот. Опять же, мы находимся здесь на свой страх и риск с тобой. Все, она прочность видна, он как бы отсутствует наглухо. Слов не находится нормальных. Вот, так что здесь все, конечно, очень ужасно. И, Валер, тут бесполезно, мне кажется, вообще что-то думать. Что говорить про крышу, когда вот здесь вот уже в подъезде потолок, он тоже вот весь сгнивший. Все это протечки, все это результат дырявой крыши. И вот можно видеть, вот яма она идет. Все это гниль. Вот этот гвоздик. Ага. Да, ну тут еще и запахи такие соответствующие. Немножко такой юмор в плане этого. Есть же такие дома, где два света. Где отсутствует первый, второй этаж без перекрытия. Такие высокие потолки. Ну, вот что-то похожее. Ну, конечно, это юмор. В такой ситуации, я думаю, все прекрасно понимают, что как бы тут, ну, какая тут жизнь в таких домах. И вот мы спокойно видим, что это часть вот спокойно может упасть на нас. Если мы что-нибудь посильнее дверью хлопнем. Да, она просто висит уже. А щетчик-то шумит. Даже электричество в этой квартире не обесточено. Соответственно, тоже все небезопасно. Вот подошли сейчас с другой стороны. На улице мы уже находимся. Вот у нас, получается, стена. Вот. Даже внизу такое творится. Все разрушается. Жесть. Вот он. Само по себе отходит отслаиваться. Вот. Оно пустое. Ну, это понятно, что штукатурка, она и так иногда бывает, если плохо штукатурена, то она сама как бы пучится. Ладно, но ты камни разбираешь. Да, это вот блоки, дом из них сделан. Они просто разрушены. Если мы посмотрим наверх, то вот, получается, карнизы, про которые я говорил. Здесь тоже все гнилое, труха. Тут еще пытались новые доски прокладывали, потому что вот здесь вот у нас сплошняком карнизы забиты, а здесь вот обрешетка уже разряженная. Ну, и самое интересное, вот, получается, вот здесь вот этот угол, вот, он полностью уже тоже лопнут, дырявый, и все. Это, вот оно, трещина, получается, вот это все трещины идут сверху. Где-то под штукатуркой, да нет, вот с угла окна, выходит сюда и плотно вниз. Опять же, вот мы можем видеть, почему. Здесь у нас кирпичная кладка, здесь блок, и в любом случае, когда-то это делали, это работало, сейчас это уже все настолько плохо, ужасно, нет никакой перевязки. И вот это место слабое, вот оно трещиной появляется. Здесь всегда лопается по слабому месту, вот, в общем, здесь никак даже на какие-то ближайшие моменты, ну, просто-напросто, даже если мы подумаем, там, какую-то печку установить людям, да, чтобы они как-то было им теплее, тут мы тронем стену, если даже проходить, ну, потому что в потолок проходить смысла нет, а если через стены, то мы начнем бить, выбивать, и, как бы, дом вообще полностью рухнет. Вот, смотри, получается, видишь, тут электрика, ну, вот это место все сырое, вот, потому что, во-первых, вот эти все ржавые, вот, изоленты, видишь, она все черная, греется, влага, все, это тоже небезопасно. И вот эти все желтые места, это как раз места сырости, она пустая. Ну, часа через полтора. Ну, вас вызвали с хорошими намерениями, да? Да, ну да, конечно, с хорошими намерениями. Я удивлен даже чуть-чуть. В общем, сейчас только что приехали с Ренатом. Ренат приехал посмотреть, оценить ситуацию по дому. Вы все это видели сами, и не оказалось никого дома. На удивление, потому что Татьяна говорила, что она постоянно здесь, но она плохо ходит, из-за того, что у нее с ногой проблема. И вот сейчас я позвонил ей узнать, ну, где они. Она говорит, что ее вызвали в следственный комитет, посмотрели наш ролик, который мы сделали. Вызвали, и сейчас какую-то ведут беседу, положительную беседу в их сторону, по поводу вот этого дома, этой квартиры. Сейчас дождемся Татьяну и ее семью, и уже узнаем новости. Мы, когда с тобой еще ехали, ты говорил, она постоянно сидит вот возле подъезда. Вот, никого не было. Потом постучались несколько раз, никого нет. И Валера вот набрал, и такие новости, это очень круто, конечно. Друзья, смотрите, вот второй дом. Здесь вроде еще более-менее внешне выглядит. Но вот если мы будем смотреть внизу, то все то же самое. Окна вот такие вот здесь по всей стене. Вот два пластиковых окна. Кто-то, видимо, здесь тоже живет. Говорят, вроде как одна бабушка. А здесь как в такой подъезд вообще заходить можно? Он же сейчас упадет. А вот они, смотрите, трещины какие идут по стенам. А вот если мы так вот будем смотреть, поймают, да, мы увидим улицу. Вот ее видно реально. Вот, 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 поймал туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снова к вам. Представляете, как все было сразу. Сейчас расскажете. Сейчас, да. Всем понравились твои рисунки. Ну да, понравились. Видишь, я же говорил, ты не только меня впечатлила, ты еще и наших подписчиков впечатлила. Нас спросили, если у тебя есть какие-то еще картинки, может, рисунки, ну, может быть, ты еще показала бы, если у тебя есть. Ну, у меня есть большой буклет, в котором пока что маловат рисунков. Вот только на 4. А можешь показать? Ну, могу. Покажи, пожалуйста. А, ну, это уже больше рисунки, чем те, которые были. Да, намного больше. Ага. Кто-то на них смотрит. Вау. Вот это вот, новогодний рисунок. О! Круто. Красиво, да. Ну да, круто. А вот, как бы, самое смешное, потому что тут банально арбюненок прячется. Ага. Как правильный рисунок, сердечко. Они у тебя такие красочные? Ну да, красочные. Потому что я вот этими пользуюсь. Ммм, специальными, да? Ну да. Тут тоже. Дикие клубники пытаются свинку поймать. Ага. Можно пытаться вениками пасти. Ммм. Какой-то, если он хочет подразумеваться. Хотя по этой свинке это не видно. Долго рисовала? Ну, ну, зависит от того, насколько я большой хочу сделать рисунок. Ну, вот этот лично, вот этот сколько по времени? Ну, не очень много. Хорошо. Я тебе задам вопрос такой, может, необычный, но хотел бы услышать ответ от тебя. Если бы у тебя была волшебная палочка, да? Которая исполняет одно твоё желание. Какое желание бы ты загадала? Ну, ну, не знаю. Ну, наверное, это новая квартира с без этой песни, от которой я чихаю кашелью. Это очень вредно для здоровья. И что бы ты был в Таваковом, о моём родном посёлке. Писала, вот я обращалась через мужское и женское. Они подсказали на этот народный фронт. Я с ними давала интервью, на улице сидела, и мне снимали они. Там была женщина-эксперт. Она мне всё вот такие, мы с ней поговорили, хорошо. И потом, на следующий день уже мне было... А, в ту луже я написала. Они подали прокуратуру на прокурорскую администрацию. Делают прокурорскую проверку. И вчера мне только... Я сидела уже потом. Звонит мне, звонит. Кто это? Романенко. Там такая Марина Александровна есть. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна. Татьяна Вячеславовна, помните вы всё про квартиру? Вам же квартира нужна. Представляете? У нас сейчас есть возможность... У нас сейчас появилась возможность купить к вам квартиру. Давайте ищите квартиру. Представляете? Прямо в комментариях. Все такие разговоры начались, что ищите квартиру. В этом году мы вас обеспечим. Да, уже обеспечено. Будем мы обеспечим. Та квартира, которую я уже находила, я с ней созвонила, с продавцом. Она говорит, дело в том, что мы себе ищем жильё в Болородске. Нам некуда съезжать. А как мы... Мы сейчас... Вы его у нас покупаете, а мы-то тут... Нам надо как-то... Давайте какую-то сделаем, типа отстройки. Отстройки. А я говорю, нет, нам надо пока вот... Как это... Брать быка-зраха. Пока не передумали там. Ну да. И вот мы сейчас... Я хотела где-нибудь и на Авито, и знакомых где-то будут. Она говорит, я... И мы... Я Марина сказала, я буду своя сама искать. А вы сам ищите. Она... Вам всё равно где? Можно в Болородске? Я говорю, нет. Мне желательно в товарках. А почему в товарках девочка в 10 классе? Она же... Ей надо закончить школу. Она же учителя домашние все. Она уже... Нам надо никак школу не менять. Но она в этом году заканчивает? Нет, в следующем. Она в 10 классе. Поэтому надо... Нам как-то это... Ну и вообще как-то товарка какую-то родную. Но уже на ходу и конец. Если бы уже что-то было бы, я уже... Ну не здесь же оставаться. В Казахстане хоть куда бы. Чем любите заниматься? Железки. Что-нибудь с машиной возиться. Тебе шофёр 50 лет. А. 7 марта было 50 лет ровно. У меня было... Мы сдавали 23 февраля. Но не хватало до 18 лет. Вот я 7 марта получил права. И с 73 года. А с машиной возиться в каком плане? Ну что так просто. Как говорят... У всех мужиков. Холить, лелеять. Да, и ходить, и лелеять. И что-нибудь сделать. Подкрутить. Чуть переберёт, разберёт. Вот, например, фен сломался. Я всё... Нет, надо посмотреть. Я его, может быть, починю. Ой, хорошо. Ой, Володя фен нам сделал. Со мной сегодня приехал Ренат. Вот. Он строитель. Он проанализировал весь дом. Вот мы тоже прошлись по дому. И вот скажи, что ты можешь сказать. Нет. Ну, вроде ребята пригласили там. Ренат может чем-нибудь помочь. Потому что людям холодно. Говорят, что в доме, может быть, хоть как-то что-то посмотреть. Там может подутеплить на какое-то время. Сейчас же весна. Но тут мы зашли, посмотрели. Тут вообще бесполезно. Кирпич, блоки, которые всё руками, руками как бы... И тут просто что-то начнёшь делать. И в одном месте возьмёшь, а в другом оно обрушится. Это вообще... Комиссия приходила пять лет назад. О, туда не пойдём. Там... Там даже... Сами не захотели идти, да? Нет, нет, нет. Это пять лет назад было. А мы ещё как-то туда не спугались заходить. Там комментарии вообще... Я не могу даже спать хоть не ложить. Читаю, читаю. Прямо до этого. И там многие пишут это вот... Надо продвигать, продвигать, продвигать. Да, надо. Вам надо... А как нам? Куда нам продвигаться? Ну, мы подскажем. Все в шоке. Я сама... Я как во сне ехожу. Как во сне, в самом деле. Мне соседка посылает ролик. Я обычно она мне присылает, я так это... А потом раз смотрю, Алена, стрэш, блин, открываю. Я вообще... Потом мне брат звонит. Тань, ты чё мне не пришёшь ролик? Глянь, тебе мне Алексеевич позвонил, там ещё друзья позвонили. Тебе поговорили, там у тебя ютубики сняли. Я вообще говорю, да, Андрюш, пришли мне ролик-то, пришли. Я говорю, да сейчас пришлю. Я говорю, короче, потом уже... Это, как это... Ватсап уже не переслай, ему он был. Одному человеку можно только послать. Короче, гулял по всему товарку. Поэтому я вот тоже вас знакомлю с Ренатом. Ренат, у него тоже канал на ютубе. А какой канал? Ренат строит. Ренат строит. А, вот это. Да, то есть у него строительная тематика. Я думаю, скорее всего, вы не последний раз видитесь с Ренатом. Да. И дальше уже... Я вот хотел внимание обратить вот так вот, да, мы проходили там, как все выглядит и как вот, допустим, мы внутри сейчас. Вроде, да, все так красиво, симпатично. Я говорю, мы же тут живем и надо все. Ну, просто это вот, я понимаю, что это, по большому счету, это только обертка. Да, да. А внутри там, ну, видно, что обои отходят. Мы уже не будем спать, как-то что-то... Не-не-не, я не про то, что какая-то комиссия может прийти, скажет, вот обои красивые. Хаски будем стирать, шторки будем стирать, и окна мы умоем. Ну, как, жизнь идет, жизнь идет, продолжается. Вон на подоконниках у вас вода, как бы это все... Это тряпки постоянно тут у нас валяются. Вчера готовила картошку, тут тушила. Кончается хас, все, хас кончился. Вот так вот. Хас кончается, а как раз эти приехали, комитет. А я говорю, ой, дайте я быстрее картошку пью, толку, а то сейчас кончится хас, и мы остаемся без дурного. Вот такая система. И вот муж ездил за хазом в город. Я думаю, в скором времени это уже будет как страшный сон забыто. Будем все надеяться на это. С чего ты начинаешь рисовать? Обычно с глаз, потому что мне кажется, что их удобнее. С глаз, да? Ну да. У тебя рука прям набита на рисунке. Очень четко прям. Тебе понадобилось буквально там 3 минуты, да? Ну да. Нарисовать и разукрасить. Нет, кстати, тоже левша, но и так нарисовать не сумею. Вы видели все сами прекрасно. В каком состоянии дом. Дом изначально давно уже признан аварийным. И все, что так хорошо начало складываться, что оперативно тут начали к ним, к хозяевам квартиры обращаться, чтобы те написали заявление, обратились в прокуратуру. Там назначается прокурорская проверка. С жилого фонда звонят, говорят, что выбирайте квартиру. И, соответственно, средства будут выделены. В общем, все закрутилось, завертилось. Я, несомненно, уверен в том, что благодаря ребятам с канала Сансара все это так быстро и оперативно сдвинулось, потому что они это показали, друзья. Вы все это поддержали, зарепостили, распространили это видео, помогли. И, конечно же, это все моментально разлетелось и вплоть до администрации. Вот, в общем, друзья, репостите, лайкайте, пишите комментарии, проявляйте свою активность, как вы умеете. Она важна очень сильно всем. В любом случае, я думаю, мы туда еще съездим, а, возможно, даже не раз. Мой выпуск подошел к концу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Крепких и теплых домов, не болеть, не ловить сельских вирусов, мирного неба над головой, крыши над головой. Вот вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. Пока-пока, друзья. До скорой встречи. В новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok